Здравствуйте! В эфире новости телекомпании ТВИН в студии Станислав Юдин. И вот некоторые темы этого выпуска. Аптекарских дел мастер. Работница Центральной медико-санитарной части стала лауреатом областного конкурса в номинации «Лучший фармацевт». Качество, которому доверяют. За 7 месяцев 2016 года УАУ ММК реализовала в Поволжском регионе 948 тысяч тонн металлопродукции. Полный контакт, без компромиссов. Во дворце спорта имени Ивана Рамазана состоялся турнир по смешанным единоборствам «Лучшие из лучших». А сейчас об этих и других событиях более подробно. Один из лучших фармацевтов Челябинской области, Олеся Витушкина, работает в Магнитогорске, в Центральной медико-санитарной части. Она стала лауреатом второй степени областного конкурса лучших специалистов со средним медицинским и фармакологическим образованием в номинации «Лучший фармацевт». Олеся Витушкина – фармацевт с 13-летним стажем работы, 11 из которых она трудится в аптеке Центральной медико-санитарной части. За эти годы у Олеси Вячеславовны даже появились свои пациенты. Люди, которые за необходимым лекарством или советом, как и что лечить, обращаются именно к ней. Работа фармацевта очень ответственна. Современная действительность такова, что лечиться россияне в первую очередь идут в аптеку. С разными проблемами. Нет времени посетить доктора, сидеть в очереди. Пришли, пожаловались и подобрали кардинальное решение проблемы. Обезболить, снять воспаление, хотя бы облегчить состояние больному можем порекомендовать. Нередко к нам приходят люди, которые уже имеют проблемы со здоровьем, но еще не дошли до врача. И вот принять правильное решение, помочь в подборе нужного лекарства, пока человек дойдет до врача, это очень важно и, конечно, очень ответственно. И Олеся с этим справляется. Поэтому мы и посоветовали ей принять участие в областном конкурсе на звание «Лучший фармацет». И она заняла второе место, чем мы очень гордимся. В ходе областного конкурса Олеся Витушкина рассказывала о своей работе, принципах общения с посетителями, новых формах услуг, которые практикуются в аптеке центральной медсанчасти. К примеру, доставки медикаментов и средств ухода прямо в палаты к пациентам. Аптека центральной медсанчасти занимается не только реализацией медикаментов, но и обеспечением лекарствами огромного многопрофильного стационара. Не случайно все фармацевты медсанчасти ежемесячно проходят специальную техническую учебу, где знакомятся с новыми лекарственными препаратами, особенностями их применения, приказами, регламентирующими использование тех или иных лекарств. Престижное место в областном конкурсе одного из специалистов аптеки – еще одно доказательство основательного подхода к работе. Сама Олеся Вячеславовна считает, что попала в число победителей в первую очередь потому, что очень любит свою работу. Опыт работы и домашних полечить, людям оказать помощь верную, быть всегда нужным и востребованным человеком – это плюс. Продолжаем программу. Сегодня столица Южного Урала, город Челябинск, отметил свой юбилей – 280 лет со дня основания. Он был заложен 13 сентября 1736 года на реке Миас, как сторожевая крепость на пути из-за Уралия в Оренбург. 17 января 1934 года город стал областным центром Челябинской области. Важнейшую роль играл Челябинск во время Великой Отечественной войны. Челябинцы давали фронту танки Т-34, ставшие впоследствии известными всему миру. А на заводе имени Колющенко было освоено производство знаменитых «катюш». В послевоенное время в городе был окончательно сформирован промышленный потенциал, определивший структуру современной экономики. Сегодня в Челябинске идет полномасштабная реконструкция, построены новые и отремонтированы многие социальные объекты образования и здравоохранения. Город сдал рекордное количество жилья за всю свою историю. Из сторожевой крепости Челябинск превратился в мощный индустриальный и культурный центр Южного Урала. Город с миллионным населением, среди которого представители сотни национальностей. К другим новостям. За 7 месяцев 2016 года ОАО ММК реализовало в Поволжском регионе 948 тысяч тонн металлопродукции. Для ММК это второй по объему продаж регион Российской Федерации после Уральского. Основной продукцией, поставляемой ОАО ММК на рынок Поволжья, является горячекатанный прокат. Кроме того, растут поставки магнитогорского холоднокатанного проката и проката с покрытием. За 7 месяцев 2016 года магнитка реализовала в Поволжье 140 тысяч тонн проката с покрытием. При этом основной объем поставок 80% пришелся на оцинкованный прокат. Основными отраслями, потребляющими прокат с покрытием в Поволжском регионе, являются строительство и автомобилестроение. Их доля составляет 54% и 25% в общем объеме потребления соответственно. В числе крупнейших потребителей строительного сектора группа компаний «Маяк», «Металлпрофиль», «Камский завод», «Металлокровля», «Электрощит» и другие. Крупнейший потребитель продукции ММК в автомобильной отрасли Поволжского региона – «Автоваз». Помимо прямых поставок, ММК реализует прокат с покрытием и через металлоторговые компании, как собственные торговые дома ММК, так и независимые. В настоящее время в ОАО «ММК» реализуется проект по строительству еще одного агрегата непрерывного горячего оцинкования номер 3, мощностью до 450 тысяч тонн в год. Запуск новой линии оцинкования запланирован в 2017 году, сообщает Управление информации и общественных связей ОАО «ММК». В рамках подготовки к сентябрьским выборам продолжается корректировка границ избирательных участков. Изменения произошли в Провобережном районе. В частности, изменились границы избирательного округа номер 1363. Теперь к нему относятся избиратели, проживающие в домах номер 39 и 41 по улице Гагарина. 62, 62, 1, 62, 2, 63, 2, 64, 64, 1, 64, 2, 66, 66, 1 по улице имени газеты «Правда». 126, 132 и 134 по улице Мичурина. А также 111, 113, 115, 117 по Советской. Участковая избирательная комиссия и место голосования размещены в помещении ЖУ номер 17, УАО ЖУ номер 6. По адресу улица Советская, 111-1, телефон 20-40-88. О культуре. Совсем скоро Магнитогорск станет центром театральной жизни всей Челябинской области. С 9 по 15 октября в нашем городе пройдет 27-й областной смотр-конкурс театров «Сцена-2016». В нем примут участие 14 профессиональных трупов, представляющих драматические, кукольные и оперные театры региона. Зрители и строгая жюри они познакомят с нашевершими премьерами прошлого сезона. Все подробности предстоящего события журналистам сообщили на первом собрании уркомитета «Сцены-2016». Выяснилось, вот уже 10 лет южноуральцы не имеют возможности стать зрителями главного театрального форума области. Спектакли жюри отсматривало в заочной форме, или на видеокассетах, или выезжая непосредственно в города. Второе дыхание конкурсу подарил губернатор Борис Дубровский, уверенный в том, что искусство должно принадлежать народу. Для нас важна именно социальная функция, и в этом смысле нас поддержал Борис Александрович Дубровский, когда мы предложили эту идею перемещения фестиваля такого в Магнитогорск, в том, чтобы максимальное количество людей разных возрастов могло попасть на эти спектакли. Заявившихся на фестивале участников много. Будут представлены все градообласти, где есть театры. В этой связи каждый фестивальный день магнитогорцам и гостям города придется делать нелегкий выбор между тем, какой же коллектив посмотреть, поскольку спектакли будут идти сразу на трех сценических площадках города. А посмотреть будет, что тот же Челябинск везет самую аншлаговую драму года «Деевичник над вечным покоем» и самую громкую оперную премьеру «Жанна Д'Арк», номинированную на «Золотую маску» сразу в четырех категориях. Мы предполагаем, что, наверное, самые дорогие билеты будут в пределах 500 рублей, но вообще от 200 до 50. Есть такой вариант для льготных посещений от 100 рублей. В категорию льготников попадут пенсионеры и студенты. Членами жюри конкурса станут московские режиссеры и критики, которые попутно проведут для театральных деятелей области серию мастер-классов. Зрители же ждут творческие встречи со знаменитыми актерами-земляками и веселые капустники. Татьяна Артеменко, Алексей Гондаренко, телекомпания ТВИН. О новостях спорта через несколько секунд. Сборная управляющей компании ММК «Курорт» по мини-футболу второй раз подряд стала обладателем Кубка Законодательного собрания Челябинской области. Кроме того, в нынешнем сезоне магнитогорская команда успешно дебютировала в чемпионате области и, пройдя 70% турнира, входит в группу лидеров. С подробностями наш спортивный обозреватель Павел Зайцев. Первый кубок Зак Собрания состоялся прошлым летом. Тогда в турнире приняли участие без малого 300 команд. Лихо пройдя отборочный этап, сборная ММК «Курорт» отправилась в Челябинск, где собрались 16 лучших и в упорной борьбе завоевала трофей. Год спустя магнитогорцы решили повторить успех. Они снова уверенно прошли предварительный этап в юго-восточной группе, а дальше началось самое трудное – игры без права на ошибку. Сразу олимпийская система, сразу плей-офф, и это сложно. То есть был сложный матч в четвертьфинале с тем же МИАСом, в полуфинале с тем же Челябинском. Ну, очень сложные игры были, но была задача выиграть. Была задача поставлена на уровне руководства ММК. И магнитогорцы не подвели родное предприятие, продемонстрировав и волю к победе, ведь по ходу некоторых матчей им пришлось отыгрываться, и хороший уровень подготовки. В финале они встретились с футболистами из Усть-Катава. Не очень сильная команда, но, скажем так, там было много легкоатлетов, которые были физически хорошо подготовлены, но у нас оказалось больше мастерства, и мы победили, завоевали кубок. Отрадно, что наша сборная легко выдержит любую проверку на чистоту состава. В ее рядах нет подставных легионеров, то есть действующих футболистов-профессионалов. Большинство игроков представляют именно управляющую компанию ММК «Курорт». Кто-то работает в санаторию юбилейном, кто-то в дом отдыха березки, кто-то в санатории профилактории южный, кто-то в отеле Европа. То есть, ну, это все наши сотрудники, вот, мы как бы своим коллективом и играем. Также у нас есть в команде несколько игроков с Магнитогорского металлургического комбината. Теперь, когда прошлогодний успех на Кубке Зак Собрания повторен, можно вновь сосредоточиться на главном турнире сезона. В этом году наша команда дебютировала в чемпионате области. Позади 14 туров из 20, и сборная ММК «Курорт», одержав 11 побед, занимает второе место, уступая только действующему чемпиону «Миасскому торпедо», в активе которого 13 выигранных матчей. Ближайший поединок магнитогорцы проведут в воскресенье, 18 сентября в 14.00 на искусственном поле Дюсша номер 4 против футболистов из Садки. Приглашаю всех болельщиков прийти поддержать команду. Мы сейчас набрали хороший ход, во втором круге не потеряли ни одного очка. Я думаю, постараемся порадовать болельщиков. Павел Зайцев, Георгий Бадаев, Вячеслав Гусев, телекомпания ТВИН. Полный контакт, без компромиссов. Во Дворце спорта имени Ивана Рамазана состоялся профессиональный турнир по смешанным единоборствам «Лучшие из лучших». Соревнования проводились под эгидой ММА, джиу-джитсу, тайский бокс и собрали лучших бойцов города, ближайших регионов и стран СНГ. Турнир традиционный, несмотря на хоккейный день, собравший более тысячи болельщиков, любителей полноконтактных поединков. Удар, удар, еще удар, опять удар. И вот спортсменка из Киргизии с разбитым носом и неодолимая жажда реванша занимает почетное второе место в этом поединке, уступив своей коллеге из Троицка. Один из древнейших видов японских единоборств джиу-джитсу не признает компромиссов и дискриминации по половому признаку. Конечно, девушка в ринге всегда зрелище на любителя. Особенно здесь, когда применимы любые практики, бросковая техника дополняется удушениями и болевыми приемами. Единственная пара бойцовых девушек была на разогрев публики, потому что дальше их ждали схватки сильнейших. Во втором поединке болтогорский спортсмен Дмитрий Утешев проиграл сопернику, хотя начало боя было обнадеживающим. Школа джиу-джитсу в Магнитогорске одна из сильнейших в стране, что, кстати, подтвердили и прошедшие соревнования. Да и дворец Рамазана рад принимать в своих стенах поклонников восточных единоборств. Но вот беда. Буквально до прошлого турнира бойцам приходилось выступать не в ринге, а на татаме, что, конечно, убавляло зрелищности поединкам. Теперь вот так, на вехоньке, с иголочки ринг, к радости болельщиков, а главное спортсменов, чьи выступления сейчас будут еще и безопаснее. Стрислав Юдин, Игорь Гурьянов, Аркадий Стариков, телекомпания ТВИН. Новости этого выпуска, а также многое другое, вы найдете на нашем сайте tvdefis.in.ru Впереди вас ждет коммерческая информация, а также прогноз погоды на 14 сентября. Всего вам доброго и до встречи. Сообщество Магнитогорский металлургический комбинат. По данным интернет-портала rp5.ru, завтра, 14 сентября, в городе ожидается пасмурная погода. В первой половине дня преимущественно без осадков. Туман. К вечеру ливневый дождь. Ветер южный с переходом на юго-западный и западный 2-4 метра в секунду. Отдельные порывы до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 6-7 градусов. Днем 12 градусов тепла. Прогнозируется низкое атмосферное давление 716 миллиметров ртутного столба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова